Всем привет! Не зря у меня на заднем фоне стоит столько много разных баночек, потому что сегодня будет мой обновленный уход за кожей. Наконец-то я решила заснять это видео, потому что я сменила уход, и я уже вижу какие-то первые результаты, хочу с вами поделиться и вообще рассказать опять, чем я, ну может быть, вернуться к чему-то старому, чем я пользуюсь, да, и рассказать какие-то свои новые уловки, туки. Ну, в общем, как всегда, да, не только баночки, но и еще другие темы затронем. Итак, начнем с самого важного для меня, и я опять повторюсь, я вот повторяюсь об этом в каждом своем видео об уходе за лицом, за кожей, но считаю уместно повторить заново, потому что подписываются новые девочки, ну я думаю, что многие, может быть, забывают, может быть, в общем, для меня это канон, это вообще важное самое, это то, что ваша кожа полностью состоит из того, что у вас внутри. Если вы плохо питаетесь, если вы неправильно питаетесь, если вы употребляете мало воды в день и много-много-много-много прочего, если у вас организм запущен, если там очень много проблем со здоровьем, то ваша кожа, в первую очередь, будет зависеть от этого. Если у вас на лице какие-то высыпания, связанные с гормональным фоном, с нехваткой витаминов, это тоже внутренний фон, да, то есть нужно тоже что-то делать, идти к специалисту, лечить сначала вот это, а потом уже лечить вот это. Такие косметические средства, как кремы всякие, там, скинорены, зенериты, я это тоже раньше считала очень важным, и когда у меня вскакивал прыщик, я сразу намазывала его, да, чтобы его излечить. Во-первых, это тоже вредно для кожи, потому что если он высушивает прыщ и вытягивает все это, сколько там химии находится. А потом я поняла, что если мне вскакивают какие-то прыщи, если это не ПМС, если это, скажем так, не просто какой-то разовый прыщик от того, что я что-то неправильно скушала или не то съела, если это вот глобальные какие-то у меня посыпало-посыпало, я начинаю проверяться. Я иду к врачу, я сдаю элементарно какие-то там кровь, мочу, например, да, и определяю, что у меня не в норме, я начинаю искать проблемы внутри. Или просто начинаю пить витамины, хотя бы это, потому что началась осень, у нас у всех нехватка кальция, магния и всего прочего, поэтому обязательно нужно пропивать какие-то витамины. Я знаю такое распространенное понятие, что нельзя умываться водой. То есть для этого есть молочко для снятия макияжа, мицеллярные воды, вы смываете, потом тонизируете сразу кожу и наносите крем. Я не могу, вот без воды для меня это вообще невозможно, то есть любое молочко, любая мицеллярная вода содержит в себе какие-то ингредиенты, за исключением, наверное, розовой воды какой-то натуральной. Все равно что-то в них есть, то, что смывает вам макияж. И не смыть это водой для меня вот какая-то маска на лице, я не могу. Поэтому умываюсь я обычно мицеллярной водой от Гарниев, мне она очень нравится, вот эта голубая версия. С глаз убираю тональник с лица и потом все равно умываюсь под водой. Для этого я использую свою новую серию для умывания от Виши, решила попробовать ее. У меня уже заканчивался старый уход, и я думала сменить на что-то либо натуральное с iHerb, либо аптечное. Но вот мой выбор пал на аптечное, причем там еще скидка какая-то была, по-моему 30%, вот прям так совпало, очень приятно. И я решила взять умывалку, тоник и крем для лица. Я всегда придерживаюсь какого-то одного ухода, скажем так, не в плане, нет, не в плане того, что у меня будет одна какая-то серия, одна компания или одна фирма. В плане того, что у меня вот есть это, и больше я ничего не покупаю. То есть у меня нет там пяти кремов для глаз, там двух сывороток, трех тоников разных. Вот одно, чтобы я понимала, как оно действует на меня. Если я буду постоянно пользоваться разным, я не смогу понять эффект. Это у меня вся серия Нормодерм, по-моему для жирной, комбинированной, проблемной кожи. Несмотря на то, что у меня прыщи появляются редко, но вот сейчас у меня опять посыпало, и не знаю, будет ли это вам видно на камере, вот, наверное, будет слегка видно. Умывалка Нормодерм без мыла, без парабенов, без алкоголя. Я думаю, про эту умывалку все довольно много слышали, если не слышали, мое такое короткое мнение. Она очень экономичная, потому что есть помпа, и здорово, что именно у вас сразу пенка выходит. Не имеет никакого ярко выраженного запаха, никак не воняет, очень приятно пахнет какими-то, ну, как будто травками, что ли, не медицинские. Я думаю, подойдет для всех, то есть не будет ни у кого раздражения. Кожу не сушить, но если в течение минут десяти не увлажнить, то будет так стягивать. Следующий это тоник Нормодерм, тоже очищаюсь, точнее лосьон. И сужающий поры, не содержит мыла, парабенов для проблемной кожи. Без мыла замечательно, без парабенов замечательно, сужают поры замечательно, но вот в этом тонике есть алкоголь. Если предыдущего нет, то здесь да. Да, и спирт так, он прям, он бьет, он чувствуется. С одной стороны, это очень плохо, потому что если та штука вам не сушит кожу, то вот это немножко стянет после того, как вы протрете. Но с другой стороны, мне это безумно нравится, потому что когда у меня высыпают, как, например, сейчас, после умывания часто я там корочку могу содрать, да, там после спонжа, к примеру, или случайно просто. И вот то, что он с алкоголем, мне немножко заживляет. То есть я прохожусь по лицу, мне может быть в каких-то местах пощипывать, но это как бы одновременно дезинфекция, что ли. Так что не знаю, как бы у меня такое двоякое впечатление, но пользуюсь, мне как бы в принципе нравится. И крем для лица увлажняющий, интенсивный, из-за проблемной кожи мне очень понравился. Во-первых, это объем 50 миллилитров, да, и это то, что соотношение качества и цены очень даже приемлемое. Второй плюс это помпа. Ну все, наверное, знают вот эту историю о том, что если вы будете в баночке открывать, то будет попадать туда кислород, это будет окисляться, то есть все полезные вещества и минералы в креме будут пропадать. Третье, что мне нравится, это его консистенция, она не похожа на другие кремы, это как будто такая зефирная консистенция, по цвету он даже не белый, а такой сероватый немного. Зефирная, приятная, кефирная даже немного консистенция, он не жидкий, он довольно плотный, по лицу распределяется немножко тяжеловато за счет того, что он такой жирненький. И он действительно жирный, он оставляет жирную пленку за собой, он оставляет блеск, но мне очень нравится, потому что я им пользуюсь только перед сном. На утро вы, правда, просыпаетесь как жирная сковородка, потому что блестит вообще все полностью, нужно, конечно, умываться, но если вам нужно питание и увлажнение, то это как бы для вас. И последнее это касторовое масло. История о том, что касторовое масло может вам отрастить длинные шикарные ресницы не про меня, потому что вот что касается ресниц, нет, брови у меня с ним растут. Вот как ни странно, если я наношу на брови, а я это наношу вот такой вот щеточкой, у меня была специальная баночка с различными маслами, и вот там был такой аппликатор, но там уже все пропало, весь состав уже не очень хороший. Я выкинула, а щеточку, точнее аппликатор оставила. Вот, наношу кострого масла каждый вечер на область под глаза, на брови и на ресницы. А если я не хочу использовать какой-то увлажняющий крем под глаза, я наношу масло. Мне очень нравится эффект, потому что на утро я не просыпаюсь с опухшими глазами от масла. Но у меня такая прекрасная область под глазами, она настолько мягкая, она настолько напитанная, вообще не жирная, что я просто балдею, поэтому я обожаю наносить его на область под глазами. На брови, брови, кстати, растут, вот правда, брови начинают темнеть, у меня за лето они очень сильно выгорают, и их становится реально гуще. При этом они еще укладываются, то есть если у меня такие брови обычно не понять, как идут, я не могу форму, их форму нормальную уложить, мне костровое масло очень помогает. И также наношу на ресницы, ресницы никогда не отрастали у меня от кострового масла, единственное, что с ними происходит, они становятся более разделенными и более черными. У меня есть такая небольшая проблема, это жировики, это такие подкожные прыщики, которые нельзя выдавить. Если они назревают, то при выдавливании выходит просто черная точка, выходит вот эта вот пыль вместе с жиром, вместе с салом, это неприятно, но я этим стреляю. У меня этого очень много, и в местах обычно нанесение бронзера или пудры, то есть это обычно вот щечки. И когда я не пользовалась тональным кремом или пудрой, летом их не было. Сейчас начала пользоваться косметикой, они появились, и соответственно мне нужно было как-то вот с этим бороться. Серия Нормодерм мне прям значительно их убрала, вот прям серьезно. У меня даже было несколько прыщей, таких прям серьезных, конкретных прыщей, и после где-то недели, наверное, пользования, я смотрю в зеркало и понимаю, что у меня как будто их меньше стало. При этом я наблюдала ситуацию, когда у меня вскакивал прыщ, и я после двух-трех дней использования умывалки, тоника и крема видела, как у меня прыщ проходил. То есть вы понимаете, что когда у вас вскакивает прыщ, он быстро не проходит, с исключением того, если вы пользуетесь каким-то скинореном или каким-то еще гель-кремом, который именно нацелен на то, чтобы убрать прыщ. Поэтому если у вас какая-то жирная кожа, возможно даже не проблемная, потому что я тоже не могу сказать, что не часто высыпает, поэтому попробуйте обязательно. Есть какие-то неровности на коже, есть черные точки, есть какие-то небольшие высыпания, я думаю вам обязательно понравится. Огромное спасибо за то, что просмотрели этот видеоролик, мы с вами увидимся очень скоро, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok